Сектантом и еретиком, то как тогда, ему ведь тогда придется объяснять, что митрополит Сергий Иванников, он приезжает и с вами службу проводит, литургию служит, тогда надо с этим ему будет что-то делать. А они что делают? Сразу извергать из сана, если с теоретиками молятся. Он попоминает патриарх, он ошалелый, совершенно бешеный, его называют пес и свинья, этого Дворкина. У него ничего нету, совершенно ничего. Просто дармоед платит ему деньги, чтобы смуту наводил. Видимо, поставили условия перед патриархией, чтобы они его не трогали. Ну, тут только можно догадываться. Когда он невольно подкопает под Сергея Иванникова, под отца? Нет, еще нет. Я говорил ему, а митрополит показал над головой, как рожка, говорит, уже стучат копытами и рогами. Но они его не могут ничего сделать с ним. Во-первых, доказательств нет никакой. Я не еретик, нигде не проведенный. Нигде против ничего нет. Если я делал замещание неправильное, говорят там, архиереи, так я обосновываю писанием. Что, нельзя же так это забыть Ивангелие? Ну, вот вы их пропаде считаете. Ну, давай сейчас соберем всех. Да, конечно, мои книги все разбирали, там профессора сообщили, где в этой, в Одесской, в Одесском монастыре. И потом все переслали в Киево-Пещерскую лавру. Это уже угодно три прошло, все разбираются с моими книгами. И ни звука нет. Ничего. Все рога и зубы обломали. Почему? Потому что меня Бог на это избрал. Я не сам на себя взял. И поэтому у меня ни должности нет. Он меня не может ни запретить. К московской патриархии я никаким Богом не отношусь. То есть вот Бог как сделал. А те, которые зарубежные-то, ну, им сказали, вычеркните все приходы. Это они и вычеркнули. А поминают, и батюшка с ними встречается, и никаких вопросов нет. А у них даже тут понятия никакого нет. Он должен над вами быть конкретный список. Вот он митрополит. Мы к нему и обращаемся. Батюшка уезжает в отпуск и идет сразу здесь в митрополию. И говорит, меня не будет, ну, чтобы кто-то умирает. Надо причастить. Батюшке дают они грамоту, что он уезжает везде, может причащаться. Под судом не состоит, под следствием не состоит. То есть прекрасное отношение. И вы видите сами, мы все снимаем, когда он приезжает к нам. Он служил здесь, вот здесь. И такое чудо здесь было. Отцу Акиму, кажется, 40 ровно лет, как он в священном сане. А он откуда-то из дороги приехал-то. И прямо оттуда с поезда видно, и к нам сюда сразу на богослужение со священниками, там, с семинаристами в Барнауле-то. И батюшку награждать снял с себя крест с украшениями и на батюшку надел. Я такого не слыхал уже. Митрополит с себя снял крест и надел на отца Акима награда. Ну, потом, когда у него, видимо, настоящий Адас, тогда он вернет его к митрополиту. Я так понял. И вот у нас он, когда бывает, я причащаюсь из его рук. Он с чашей стоит, архиерей. Дальше. Игнатий Тихонович, вот, может, это видео, где вы причащаетесь у отца Сергия, может, Дворкину как-то отправить? Ему это нет, Дворкину, разницы нету, нету, абсолютно нету. Потому что он тогда подкоп от Сергия Иванникова будет. Ему, разницы нет на кого, его кормят за это. А не получилось уже, ну, четыре раза на меня наезжал. Пятый раз будет. Он хоть сто раз будет наезжать, чтобы только ему жрать подали. У него ни специальности, ничего не знаю. Никакой. Мне вот что-то сделали не так, не дали права работы. Я сорок лет пищи по стране ложил. Он-то еще может сделать руками своими-то. Павел палатки шил или там ткал. Нет, ну, одно дело, он на вас наехал и отскочил. Ну, а тут ведь все-таки Сергий, вы-то просто чтец, а тут епископ. Он тогда, получается, епископа обличает, что он середиком молился. Он не говорит этого, не говорит. Ну, отсюда-то прямо вытекает. Не просто так, а во время богослужения, литургии, митрополит Сергий мне и говорит. А я чтец, имея право входить в алтарь. Я стою там, снимаю все самое, которое не видно даже. Снимается и с самого храма, где люди стоят. А я внутрь зашел. И он мне говорит. Проповедь скажите, Игнатий. Представь себе. А я-то кто? Ну, рядовой. Чтец, это ефрейтор. Еще где-то было такое, не было. Может быть, в мировой истории не было. Вот как Бог делает. И чем больше они там пакости говорят какие-то, Господь тем больше милости оказывает. Ну, все, давай, брат. Все, мне надо.